Игра в кальмара, как самая громкая критика капитализма в современном искусстве. Только ленивый не смотрел этот сериал, но далеко не каждый понимает его суть. В чем заключается лицемерие высказываний о капитализме? Да, что там говорить? Что такое капитализм вообще? В этом кратком разборе мы затронули, что из себя являет критика буржуазного общества на примере данного сериала и в чем ее вред. Сюжет повествует о смертельных играх в Корее, в которых принимают участие обычные люди, то есть пролетариат. Главный приз – деньги. В ходе игр участники убивают друг друга, подставляют и сговариваются, чтобы победить. На протяжении сериала вскрывается важная мораль капитализма – человек человеку враг. И показана она более-менее сносна. В одной из серий игроки пытаются покинуть игру путем голосования, что есть в пароде на демократические буржуазные выборы. На каких выбора так такового не имеется. Игра в кальмара показывает, на что способны люди, чтобы разбогатеть и вылезти из непроглядной бедности. Можно сказать, здесь сериал в самом деле неплох. В девятой серии главный герой Сон Ки Хун выходит победителем, имея огромное количество денег. Но после окончания испытаний собирается противостоять организации, которая сделала саму игру. Вот тут и кроются главные проблемы. Герой, как и другие персонажи, не идет бороться против всей системы, которая и толкает утонувших в долгах рабочих принимать участие в игре кальмара. А только против тех, кто создал саму игру. Творцы сериала не хотят донести, что если не было бы варварского, буржуазного, эксплуататорского общества, не было бы и подобных игр. Не хотят пояснить, что игроки должны не объединяться в отдельные группы, чтобы победить соперников, а должны объединиться и противостоять против ведущего. Не хотят рассказать, почему богатые – богатые, а бедные – бедные. Не пытаются понять народ и уничтожить реальные причины ужасающих условий жизни и труда. Сериал тихо, мимоходом говорит, что вот, мол, мы живем плохо, а горско-богачей – хорошо. И на этом все. Высказывание и окончено. Сериал не несет революционного посыла. Сериал только развлекает, показывая жестокие сцены убийства, яркие костюмы и сюжетные повороты. Он не пытается разъяснить зрителям, как работает современный мир. И это логично. Нетфликс и режиссеры не будут стрелять себе в ноги. Ведь зрители начали бы хоть немного задумываться и понимать, что режиссеры и продюсеры – те самые богачи, из-за которых зрители и есть нищие. Но только на пустой критике. Еще не закончилось. Вокруг сериала пошел грандиозный хайп. Костюмы игроков и охранников печатали продаваться баснословными партиями. Акции Нетфликса взросли, а творцы собрали кассу в 900 миллион долларов, что автоматически делает идею игры в кальмара ханжеской и гнилой. Съемочная команда стала такой же, какими были випы из последних серий. Которые смотрят на бедняков, страдающих, которые пытаются вывести из своего плачевного состояния. Весь буржуазия наживается на труде рабочих, порождая противоречия и борьбу классов, а потом снимает якобы высказывания о ужасах капитализма и наживается на ней. Такие произведения искусства вредны, потому что не дают понимания устройства нынешнего бытия и факта классовой борьбы между богатыми и бедными. А своей истинной целью имеет только паразитирование над злободневной темой и обогащение.